На первый взгляд, эта небольшая речка не представляет опасности, но ее характер меняется до неузнаваемости во время сильных осадков. Мощь хироты в октябре прошлого года увидели жители улицы Кирпичной. Единственная переправа, которая позволяла сократить путь в район Чайсовхоза, была смыта. Неудобства сразу ощутили почти 5000 человек, в том числе и представители краевой общественной организации «Союз офицеров запаса». Моста не стало, нам везде отказывали, на всех инстанциях, говорили, что это невозможно, мост не находится на балансе города. И мы зашли в тупик. Потом какие-то прошли изменения. Появилась новая администрация, городская, адлеровская и сочинская, с которыми мы уже начали конкретно решать эти вопросы. Вот так это место выглядело еще в начале октября. Об этой проблеме новый глава города узнал во время планового обхода. Несмотря на то, что мост не стоял на балансе города, Алексей Копайгородский поручил решить эту проблему. Ее устранили в кратчайшие сроки. Меньше месяца ушло на возведение нового и крепкого моста, говорит житель соседнего района Андрей Титов. Мост был гораздо ниже уровня 3 метра и он был цельнометаллический мост. Люди с ограниченными возможностями не могли пересекать эту реку практически или прибегали к помощи других лиц. Сейчас сделан отдельный пандус, на котором мы стоим, по которому могут проходить мамы с колясками, люди с ограниченными возможностями по передвижению. Сделано все прекрасно. Возвращению такого удобного перехода обрадовались в первую очередь школьники. Сабрине Микрикян, как и многим другим, приходилось целый год выходить из дома на полчаса раньше, чтобы успеть на занятия. Приходилось вставать раньше, мы обходили все школьники кругом, чтобы добраться до остановки, вместо того, чтобы 5 минут просто пройти по мосту. Каждый день нам надо было ходить кругом в школу по центровой дороге, там было очень много машин и это было очень небезопасно. Говоря о безопасности, стоит отметить, что теперь обильные осадки и разлив реки Хирота жителям улицы Кирпичная больше не страшны. Дома защищены опорной стеной, а новый мост стал выше, шире и надежнее. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.